Всем привет дорогие друзья, сегодня необычная программа Есть ли на ютубе цензура, спросите меня вы Я вам сегодня, вот прямо сейчас отвечу, да конечно есть Долгое время мы наивно полагали, что это свободная площадка Где в принципе цензуры не существует Где люди могут говорить то, что они думают Нет, кремлевская шайка добралась и сюда Я уж не знаю, каким образом у них это получилось Но они сюда добрались Я вам сейчас предоставлю доказательства Пруфы, кстати Ребят, репостните этот ролик Не только вообще, да, с твоим там Друзьям, знакомым, но и тем блогерам Которых вы тоже смотрите, возможно Они до этого пока не докопались А это реальная журналистика И мы начинаем Итак, я думаю, многие из вас видели, слышали, что мы Те, кто работают на ютубе, неоднократно обращались в том числе к вам Да, что ребят, помогайте лайками, репостами Бла-бла-бла, происходит какая-то аномалия У нас пропадают просмотры, да, у нас просел очень здорово трафик Мы обращались к вам огромное количество раз Это началось не сегодня и не вчера Когда-то об этом говорил Камикадзе Каюсь, да, я был одним из тех, кто тоже серьезно к этому не отнесся Но в какой-то момент, а именно, да, в сентябре прошлого года Вот эта вот история, вот эта беда шарахнула по всем По каждому из нас Мы долго не могли понять, что происходит Но чтобы не быть голословным, вот клирика, послушайте, например Я относился к этому с легким скепсисом по своему обыкновению И даже когда наблюдал действительно странные вещи Например, скрутки просмотров не на тысячу-две, а на десятки тысяч Однако даже на подобные вещи я закрывал глаза до тех пор Пока не почувствовал, что канал как будто попал в яму В некий вакуум И это произошло внезапно, не постепенно, а вполне так ощутимо Полгода, полгода больше Мы пытались разобраться, что происходит Почему? Ну действительно не бывает такого Что вот тебя смотрели-смотрели Ты постоянно попадал в топы, в тренды, да И в одночасье раз И все, трафик упал То есть зрители потеряли к тебе интерес Я допускаю Что зрители могут потерять там Кому-то из моих коллег интерес Какая-то часть зрителей Но это не происходит А одномоментно это не происходит так Чтобы сразу на 80% обрушился трафик Да, число просмотров упало Там, грубо говоря, было среднее У меня на канале Говорю только за себя Про других ребят не знаю Да, там среднее количество просмотров было 150 тысяч И сегодня, дай бог, если 50 тысяч ролик набирает И то не в течение одного дня даже Он там кое-как куда-то ползет Конечно Мы обращались много раз в поддержку Ютьюба Много раз мы советовались с какими-то специалистами Которые знают, как работает эта система Спрашивали у них, что происходит Потому что нам казалось, что это аномалии Нам говорили Ребят, да все нормально Тем не менее Вот, кстати, некоторое время назад Я и мои коллеги выпустили вот такое видео Если кто не видел, посмотрите Ролик не полный Но для понимания его будет достаточно Речь пойдет о том ресурсе По которому вы, скорее всего, меня сейчас прямо и наблюдаете Для меня и многих моих коллег 2020 год больше всего запомнился Откровенной политической ангажированностью Всех социальных площадок в интернете В 2020 году в основном мои видео не монетизировались А значит, Ютьюб их плохо продвигал И моя аудитория просто не видела Некоторые мои видео в рекомендациях Новая проблема появилась 10 сентября И до сих пор не решена Именно если до августа мои ролики набирали В среднем по 400 тысяч просмотров И легко набирали больше полумиллиона И могли и миллион То вот с 10 сентября просмотры резко просили Я веду канал 3 года и ничего не менял И поэтому не верю, что вот в один день Без причины я стал неинтересен Думаю, многие обратили внимание Что в какой-то момент каналы и блогеры Определенной направленности Выпускающие политический контент Попали в так называемый теневой бан Они как будто исчезли с Ютьюб Пропали из рекомендованных видео От них перестали приходить оповещения о новых роликах Трафик у таких каналов рухнул на 70-80% Я уж не говорю о скрутках и заморозках счетчика Рейтинг канала, конечно, можно обрушить Как сделали это мне и другим блогерам Но шанс прорваться в тренды Он все-таки довольно высок Потому что темы горячие Поэтому каждый мой ролик Через 9 часов после выпуска Сталкивается с заморозкой просмотров Вы можете это посмотреть либо сами Либо зайдите на канал в 10 часов вечера по Москве И увидите, что лайки растут, а просмотры стоят на месте Итак, продолжаем подписываться На канал Александра Балу Сергея Воронова На блог Жукова На канал MyCap Канал Свободный Новости сверхдержавы Профв Вестник бури Originals Станислав Морозов На канал Михаила Светова Александра Невзорова Дмитрия Новикова Это видео мы с Бытией готовили очень долго И после него многие из вас узнали о каналах, которых вы попросту не знали раньше Народ прислушался к Бытии Последовало его призыву Прирост на каналах начался, но недолго Буквально через пару дней со всех этих каналов Ютуб начал отписывать людей Тысячами На некоторых отписано было больше, чем пришло Что это, если не цензура? Что важно, коснулась эта история Лишь тех, кто критикует режим Владимира Путина В то время как путинские пропагандисты С тысячами и даже сотнями тысяч накрученных подписчиков Чувствуют себя прекрасно И вот, ребят, наконец я нашел в чем проблема Я много времени на это потратил Я там крутил, вертел этот интернет Я там рассобирал, разбирал компьютер Устанавливал какие-то дополнительные программы Аларчик просто открывался, сейчас все покажу Поехали А все очень просто, ребят Вот она страница реальной журналистики Сейчас я вам покажу этот пример Некоторое время назад, примерно год Может быть немножко раньше Появилась на Ютубе такая функция Называется безопасный режим Этот режим придуман изначально для детей Ну, чтобы дети не смотрели ролики Которые им не нужно смотреть Да, вот тут прямо написано В безопасном режиме скрыты ролики Которые не подходят для детей Имеется в виду ролики На которых наложено ограничение 18+, Или такие вот ролики На которых могли бы наложить ограничения Но по каким-то причинам не наложили Имеется в виду Да, это ролики, где есть обнаженка Или полуобнаженные люди Намеки на секс, мат Может быть сцены насилия, драки И так далее, и так далее, и так далее Вот этот вот безопасный режим Был придуман как раз вот для детей Чтобы они этого не видели То есть, когда ты его включаешь Такие ролики Они просто автоматически банятся Они не показываются детям То есть, режим для детей Теперь я вам показываю Вот он мой канал Вот вы можете видеть здесь Вести без Киселева раздел Вести реальная журналистика раздел Вот посмотрите, давайте Чтобы было там, да Все по-честному Крайняя программа, которая здесь отражается Эта программа от 9 апреля 2021 года Значит, стримы мои Опять же, крайняя программа Здесь сейчас раз в неделю проходят стримы До этого мы вели стрим с Улиным полицейским Тем самым, да До этого был стрим с Артемием Троицким Сейчас они выходят раз в месяц Тем не менее Вот, посмотрите, запомните Все это, да Вот, крайняя программа Юли От 11 апреля она опубликована Теперь давайте зайдем Вот в эту вот вкладку Безопасный режим И включим этот самый безопасный режим Опа Ничего себе А где крайняя программа Юли? А крайняя программа Юли Здесь вот 28 марта А где остальные? Опа Раздел реальная журналистика Последняя программа Которую нам показывают От 24 марта А где еще программа? Стримы Да, крайний стрим показан Но Предыдущий стрим, который был перед ним Аж 8 месяцев назад Было публиковано А где остальные? Давайте посчитаем На примере Да Программа реальной журналистики Для начала Предлагаю перейти обратно В стандартный режим Отключим Этот самый безопасный режим Ух ты Все вернулось на круги своя Вот эта, да Программа была последней Давайте посчитаем Раз Два Три Четыре Пять Шесть А тут у Юли Была вот эта программа Последней 7 Восемь Это просто за последние две недели Пропало восемь программ Их не показывали зрителю Вот и это все не показывали зрителю Вот до этой программы Восемь месяцев назад То есть Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь стримов Не показали Ну ладно Давайте действительно вернемся К нашим программам Которые за последние две недели Мы опубликовали То есть в безопасном режиме Еще раз показываю Зрителю Не показали Восемь программ Дованы Не приносят Каналу Новых зрителей А те кто То есть в течение двух недель Я опубликовал эти программы Их не показали зрителю Восемь программ Из десяти Вот он ответ на вопрос Куда делся наш трафик Мой и Там трафик Моих коллег Оппозиционных каналов Да Вот Их просто не показывают Зрителю Ну давайте Чтобы вот не быть Голословным Вообще Пущу вас Святая святых То куда блогеры Не пускают Никого И то что вы не видите Это статистика По роликам Конечно у меня включена Монетизация Вы можете видеть Вот они Все эти ролики До 24 марта Давайте в конец Отмотаем Извините Как эта ерунда Вылезла Вот он Да Это последний ролик Который нам показывается На этих роликах Нет ограничений Никаких Они все Монетизируются На них В принципе Нет ограничений Там Бывают ограничения Когда желтенький Значок Появляется Что Подходит Не всем Рекламодателям Это такое Спорное Видео Здесь ролики На которых Нет ограничений И они Тем не менее Почему-то Зрителю Не показываются Вот этот Поворот А безопасный Режим Я уверен Многие мои Зрители Включают По одной Простой Причине Что Моя Аудитория Давайте Я вам Покажу Самая Большая Аудитория 35-44 То есть Это как раз Те самые Люди У которых Растут Которые Являются Молодыми Родителями У которых Растут Дети И эти Дети Там Пребывают В определенном Возрасте Которым Интересно То что В общем Детям Еще рано Знать И Вот для Них Как раз Включается Вот этот Вот безопасный Режим Для них Он и существует Но Как показала Практика Безопасный Режим Просто Является Шлагбаумом Я не знаю Как в данной Ситуации Будет Оправдываться Ютьюб Потому что Это их Косяк Очевидно Может быть Они сошлются Что это Баг Но тем не менее Если не работает Вот эта вот Функция Ну убирайте Ее тогда Вообще С концами До тех пор Пока вы ее Не настроите Потому что Мы теряем Подписчик Мы теряем Аудиторию Вот только что Видели Да Там из восьми Роликов Зрителю Показывается Только один Когда Служба поддержки Мне пишет Ну снимайте Более интересный Контент Да и любой Контент Могу снимать Какой угодно Более Менее Интересный Если вы Его не Показываете Людям Если вы Его не Показываете Зрителям О чем Говорить Вот она Проблемой Как раз Восемь роликов Да Семь роликов Из восьми Не показанных Как раз Те самые Там 70-80 Процентов Трафика Самое печальное Мы действительно Теряем Аудиторию Потому что Человек заходит Он раз зашел Ко мне на канал Два Зашел ко мне на канал Я понимаю Да Среди вас Есть какие-то Постоянные Зрители Которые Да По принципу Кто ищет Тот Всегда найдет Но есть Просто Обычный Обыватель Который Заглянул Ничего Не меняется Через неделю Заглянул Ничего Не поменялось В конце концов Он однажды Отпишется От моего канала Это очень плохо Кто-то И называется Цензурой Нас Цензурируют Нас Уничтожают Путинская Шайка Додумалась Наконец До этого Это печально Ребят Еще раз Призываю Распространить Это видео Пусть увидят Те люди Которые Не особо Разбираются Как работает Система Интернет Которые Не особо Разбираются В том Что такое Информационные Войны Разные Люди Бывают Просто Обычные Люди Вот До этих Людей Это надо Донести Это надо Донести Конечно же До моих Коллег Блогеров Естественно Я и сам Это сделаю Но с другой Стороны И у вашей Вашей Помощи Тоже Прошу Для этого Кстати Я просил Вас Присылать Мне Скрины Спасибо Больше Не присылайте Ребята у меня вся почта завалена Огромное вам спасибо Что не остались в старании Это была реальная журналистика Увидимся Услышимся И очень скоро Все пока Пока